привет это канал взлет меня зовут ольга в этом видео мы с вами посмотрим сводчи 23 новых оттенков стойких глянцевых лаков the one и сравним их с некоторыми оттенками из прошлой коллекции the one поехали стойкие глянцевые лаки для ногтей the one приходят в 23 оттенках выглядят они стильно красиво черная упаковка ну лак естественно сам стеклянный прозрачные и серебристое оформление обещает нам oriflame особые пигменты которые обеспечат супер насыщенный глубокий цвет сейчас мы с вами это проверим и невероятность стойкий ультра глянцевый блеск также нам заявляют что в лаках есть ухаживающий комплекс с маслами ореха какао гликолевой кислотой который будет заботиться о ногтях они будут выглядеть более крепкими объемными и гладкими и также нам обещают быстро сохнущую формулу лак будет высыхать быстрее чем за 60 секунд давайте сравним с прошлой коллекции у меня есть три лака я сейчас все их сравню в процессе но по флакончику вы можете видеть что также 8 миллилитров но прошлый флакончик был больше соответственно в косметичке новая коллекция будет размещаться компактнее а так все остальное абсолютно то же самое также они производства франция и даже описание вы видите сзади абсолютно идентичны и по оттенку вы можете видеть я взяла вот один и тот же оттенок горная лаванда вся линейка перекликается абсолютно тон в тон единственное в эту линейку добавили по моему три оттенка из коллекции французского маникюра их теперь добавили в основную линейку стойких глянцевых лаков из них мы как раз и начнем наше тестирование первый оттенок 41 780 розовый зефир и на мой взгляд в каталоге вот этот свотч розовый а во флакончике он белый и выглядит во флакончике он глянцевым немного перламутров давайте посмотрим как будет выглядеть на ногти розовый зефир пришел к нам по моему из коллекции лаков для французского маникюра если у вас был подобный лак из этой коллекции поделитесь пожалуйста вашими впечатлениями мне очень сильно напоминает по нанесению есть в oriflame средства против расслаивания ногтей ну то есть вы видите что лак немного полосит и он абсолютно такой полупрозрачный даже я бы сказала прозрачный как основа под лак но мы с вами посмотрим попозже как он поведет себя в два слоя 41 781 это у нас мерцающие розовые и я называю такие лаки жемчужными он выглядит посмотрите прямо как ракушка в которой лежит жемчужина либо как сама жемчужинка это действительно лаки для французского маникюра делаем белый кончик и основной ноготь покрываем вот таким вот перламутровым покрытием 41 782 снежный белый это чисто белый оттенок перламутровый предположу что тоже будет прозрачный на ногти давайте смотреть и мы видим что мои предположения не оправдываются потому что лак достаточно плотный по сравнению с двумя предыдущими возможно я наношу его неправильно потому что он ведь и полосит но я думаю что в два слоя этот лак очень хорошо покроет даже смотрите были полоски но они классно распределяются хоть немножко остаются но я думаю два слоя идеально все это закраситься и мы увидим белый перламутровый ноготь с плотным покрытием лаковым 41 871 это топленое молоко и хочу показать вам вот сравнение с таким же оттенком прошлой линейки которую у меня есть вы видите что лаки идентичны но может быть капельку совсем там отличается на какую-то единицу оттенка но на мой взгляд это если очень очень сильно придираться а так это один и тот же цвет поэтому если у вас есть какие-то любимые оттенки из прошлой линейки лаков за вам вполне можете продолжать пользоваться это те же самые оттенки вы видели что у меня этот лак уже практически пустой это один из самых моих любимых оттенков он здорово подходит и на лето и на осень и на зиму ногти выглядят такими кремово-молочными с небольшим розоватым отливом и он полосит при первом нанесении но в два слоя ногти выглядят как накладные и даже как нарощенные мне часто писали в комментариях когда я красил ногти этим лаком оля какой у вас лак и кто-то меня обвинял в том что у меня ногти не свои а нарощенные вот вы сейчас два слоя увидите как этот лак выглядит на самом деле классно на ваших ноготочках как он будет смотреться 41 872 теплый беж и в реале этот лак светлее чем сводч на картинке но вы видите я вам показываю сравнение с моим лаком тоже этого же оттенка прошлой коллекции это абсолютно такой же оттенок как и был поэтому если вы раньше пользовались оттенком 35 556 то оттенок теплый беж это его продолжение этот оттенок тоже один из самых моих любимых лаков если у вас на работе например запрещены яркие лаки если вам не нужно притягивать внимание к вашим рукам ногтям то в этом случае вы можете использовать вот такие вот прекрасные нюдовые оттенки хочу вам показать в сравнении лаки с каталогом вот маникюр на модели написано что теплый беж это вот этот оттенок и розовый зефир это вот этот вам может показаться что вот этот оттенок розовый зефир которые поярче ноготки а вот это теплый беж на самом деле это не так вот этот оттенок это розовый зефир но здесь он выглядит более плотным а мы нанесли его и увидели что он прозрачный а вот как раз второй оттенок он больше похож на теплый беж но здесь он выглядит как розовый а в реале посмотрите он бежевый и на ногтях вы тоже уже увидели что он бежевый 41 873 похож в баночке на свотч каталога здесь он только выглядит немного по темнее по насыщеннее и обращаю ваше внимание что в пузырьке этот оттенок с перламутром золотистым такое иногда бывает когда сам оттенок холодный а перламутр делают добавляют в него как будто какую-то золотистую пудру плотный хорошо пигментированный оттенок и хорошо ноготь покрывает но как многие светлые оттенки немного полосит но для меня давно это уже не проблема потому что я покрываю такие лаки два слоя и они выглядят великолепно и тоже обратите внимание что на ногти также как и в пузырьке этот лак выглядит немного светлее это оттенок как будто бы пыльной розы они цветущего клевера оттенок 41 874 горная лаванда я вам уже показала у меня есть предыдущие версии поэтому как только у вас заканчивается лаванда из прошлой коллекции и уже снимают с продаж будет только новая коллекция вы можете приобретать именно вот этот оттенок на замену оттенку 35 558 я люблю такие оттенки пастельные нежно лиловые лавандовые очень красивый выглядит мне кажется что это отличная гамма на весну хотя по настроению можно в любое время года 41 875 даже видно на сводчик каталога что это перламутровый лак и во флакончике он тоже ярко выраженной серебристо перламутровый такой мятные цвета морской волны тоже я бы отнесла к серии пастельных тонов давайте посмотрим на ногти прозрачный смотрите какой прозрачный прямо как розовый зефир только с нежно таким зеленовато голубоватым перламутром даже не знаю как его укладывать на ноготь потому что он абсолютно прозрачный но будем красить второй слой и смотреть как он будет выглядеть в два слоя очень часто в комментариях вы рекомендуете наносить подобные лаки на какие-то другие оттенки и тогда они смотрятся выигрышно но здесь полет вашей фантазии может быть не ограничен 41 876 нежная мята мятные пастельный оттенок я очень люблю мятные оттенки в гардеробе в аксессуарах в одежде если вы тоже любите то подобный маникюр в подобных оттенках вас конечно же украсит не очень удобно наносить под камеру может быть где-то я неправильно провожу кисточкой чтобы не в этом не писали в комментариях но моя задача чтобы вы увидели сейчас оттенки и в принципе если лаку не полосить вот как горно-лаванда он и не полосит а если ему полосить как его не наноси он все равно будет ложиться полосками здесь просто требуется второй слой 41 877 это бирюзовая волна это лак уже такой бирюзовый изумрудный и тоже у него теплый золотистый потом несмотря на то что это какая-то океанская глубина в этом лайки выражена но при этом потом теплые золотистые они холодные как он мог бы быть у холодного например океана мне кажется что такие лаки они более какие-то новогодние праздничные клубные для именно эффектного маникюра и посмотрите он на ногти выглядит светлее не таким глубоким цветом ярким как во флакончике как в сочи каталогом но возможно в два слоя будет выглядеть ярче 41 878 сияющий индиго это действительно не синий королевский а какой-то знаете синий фиолетовый с перламутром очень красивый оттенок лак немного полосит но тем не менее сохраняется собой глубокий насыщенный оттенок думаю что в два слоя ляжет хорошо 41 879 ягодный десерт каталоге выглядит как шоколадно вишневый в реале это действительно ягодно-виноградный оттенок лак хорошо покрывает он не перламутровый глянцевый очень блестящий эффектный и в два слоя покроют очень плотно и будет выглядеть вообще потрясающе для любителей черничных оттенков 41 880 ночная орхидея но на мой взгляд это самая настоящая фуксия ну хотя орхидея фуксия это в принципе где-то рядом бывает такие лаки которые ложатся сразу идеально здесь даже второй слой не нужен я конечно нанесу как и на все остальные но вы видите что лак просто идеален 41 881 это вот фуксия но в каталоге она выглядит какой-то красной во флакончике действительно это фуксия и вот вы можете сравнить с орхидеей действительно орхидея на какая-то более лиловая с розоватым потоном а фуксия более ярко это малиновая более ягодная ну более такая цветочная тоже оттенок который покрыл ноготь просто идеально не нужен здесь второй слой вы видите какой яркий глянцевый блеск совершенно не перламутровый но при этом очень очень эффектный и вы видите по сравнению с каталогом оттенок более ягодный более какой-то цветочный очень красиво выглядит в каталоге более приглушенный вот как и орхидея видите насколько ярче на ногти так и фуксия тоже 41 882 кремовая роза тоже мне кажется что в каталоге выглядит потемнее оттенок чем в реале в реале это прям нюдово розовый оттенок очень нежный давайте посмотрим вау смотрите какой красивый мне нравится и светлее действительно чем в каталоге но при этом очень романтичный при этом приглушенный розовый оттенок будет очень красивый летний маникюр 41 883 арбузный сок мне кажется что во флакончик он выглядит более неоновым чем в каталоге хорошо покрыл ноготь но не то чтобы арбузная какой-то прямо персиковый морковный сок очень яркий оттенок и конечно же эффектно подчеркнет загар на ваших ручках следующий оттенок 41 884 красный мак но во флакончике я вижу цвет пионерского галстука конечно же это тоже красный но это не голливудский красный как бывает иногда в линейках помад это такой алый пионерский галстук оттенок называется скарлетт но на мой взгляд это прям морковный оттенок это совсем не под вечерний образ не под красную вечернюю помаду это такое алый пляжный вариант красного оттенка 41 885 гранатовый браслет вот именно гранатовый браслет обычно бывает темно-вишневым с коричневым подтоном а здесь это вот тот самый вариант глубокого вечернего красного оттенка если бы я выбирала лак для вечернего маникюра для банкета для выхода в свет то я бы сто процентов выбрала не красный мак а вот такой вот гранатовый браслет он выглядит гораздо более дорогим и благородным 41 886 рубиновый красный но вы меня простите какой это красный это бордовый это тоже вот один из вариантов разновидности черничных оттенков вот этот я вам показываю сравнение ягодный десерт что вы могли примерно представлять как эти оттенки отличаются потому что мне показалось что они прямо очень близки но вот этот рубиновый красный он именно оттенка какого-то виноградного именно оттенка сливы но это никак не рубин и никак не красный не знаешь либо что-то с переводом либо что-то с оттенками в каталоге в каталоге шоколадный лак посмотрите шоколадный томный вишневый может быть даже рубиновый красный но во флакончике это сливы виноград очень очень красивый оттенок но название ему я дала бы все-таки другое как вы считаете 41 восемьсот восемьдесят семь это у нас томный бордо и оттенок знаете такое красно-коричневые какой-то терракотово кирпичный именно больше уходящих коричневые чем в бордовые хотя можно и назвать таким чистым причистым бордовым оттенком не знаю может у меня что-то сегодня с цветовосприятием но мне этот лак кажется уходящий в куда-то в шоколад больше чем в бордо чем в вишневый как вы считаете и знаете такой оттенок родом откуда-то из 90-х вот у меня были такие лаки первые мои лаки oriflame прям вот были вот в таких оттенках 41 888 это черный onyx я рада что в oriflame есть красивый черный лак его можно использовать как моно самостоятельно в маникюре так и для того чтобы создавать какие-то красивые картины на черных ногтях очень красиво можно рисовать разные узоры но это для любителей черный глянец не перламутровый ложится идеально есть небольшая полосочка но это может быть я не совсем аккуратно нанесла но в принципе в два слоя уверена что будет очень круто 41 889 сладкая лакрица это мой любимый тауп как его только не называют и гроза и шторм и лакрица но если мы будем смотреть английское название то здесь написано тауп это мои самые любимые оттенки если вы любите помады кофе какао то такой топовый оттенок вам точно понравится и тауп ты чё такой прозрачный ты сейчас буду наносить два слоя но оттенок очень очень красивый ну просто я наверное люблю такие оттенки кстати вот кто из вас любит толпы оттенки отмечать обязательно в комментариях кто их любит так же как и я мне кажется что они очень эффектные при этом такие приглушенные чуть дымные класс но сейчас два слоя посмотрим как покроет этот лак ну и куда же без золотисто кофейного оттенка здесь он называется кофейный жемчуг но уже как только не назывался и золотистая роза очень много эпитетов ему придумывают но этот оттенок тоже является таким бестселлером этой линейки смотрите он даже стоит немного в стороне от основной линейки здесь есть и пастель и французский маникюр и оттенки красного и оттенки такие новогодние синие зеленый лиловый и темные оттенки и вот такой вот золотисто кофейный такой вот полупрозрачный оттенок смотрите какой красивый мне он даже кажется более красивым чем оттенки французского маникюра и он также классно будет смотреться если нанести его на какой-то плотный глянцевый оттенок лака мне кажется она очень здорово украсит но мы все равно с вами посмотрим как он будет выглядеть два слоя давайте посмотрим теперь все оттенки во втором слое начнем мы конечно же с розового зефира 41 780 этот лак очень 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 прозрачные он чисто для французского маникюра но обратите внимание что когда вы будете красить этим лаком ногти белый кончик французского маникюра вы тем не менее закрасить и это лак не перламутровый глянцевый но я бы не назвала его розовым почему назвали розовым зефиром я с трудом понимаю потому что на самом деле это все равно остается лак нюдовый бежевый какой угодно но только не розовый мерцающий розовый 41 781 можно назвать этот оттенок розовым но он с каким-то вот с лиловым жемчужным отливом вот на мой взгляд из вот этих оттенков французского маникюра 3 этот лак самый перламутровые самые переливающиеся но принципе здесь вот есть три оттенка один оттенок прозрачный нюдовый один оттенок перламутровый жемчужный и этот давайте тоже снежный белый сейчас покроем вторым слоем и посмотрим какой он будет именно плотный белый перламутровый лак очень красивый оттенок очень красивый я какое-то время очень много красил ногти просто белым лаком для французского маникюра для кончиков кстати можно использовать его также и для кончиков ногти при французском маникюре для френча но и так посмотрите как он здорово смотрится и перламутров такой знаете очень благородный он практически незаметен 41 871 топленое молоко прекрасные ногти светлые знаете такие нежные будут у вас вместе с этим лаком и потрясающе просто смотрится этот лак с матовым покрытием от reflame ногти выглядят прямо пудровыми очень красиво вы можете создать такой образ с матовыми пудровыми розовыми ноготочками 41 872 теплый беж тоже можно придать матовости с помощью специального покрытия но это вот чисто нюдовый оттенок посмотрите он практически цвета кожи и с этим лаком ваши ногти будут выглядеть ухоженными и при этом такими знаете не привлекающими внимания то есть бросаться в глаза ваш маникюр не будет но при этом ногти будут очень аккуратные красивые 41 873 цветущий клевер как вы думаете станет он таким же глубоким и темным как сводь каталога мне кажется нет потому что это все таки такой припыленный розовый оттенок они клеверный хотя иногда бывает что визуально мне кажется что светлее ноготь выглядит а потом на картинке я смотрю на экране вы сейчас например смотрите а выглядит точно так же но вот реалия я смотрю и вижу что он немного немного не сильно но немного светлее чем картинка каталога горная лаванда и в один слой оттенок люк практически идеально но второй слой сделает его просто совершенным эти буквально два нанесения и все вот он ваш идеальный ноготь лавандовый ну что делаем ставки уберется ли прозрачность соленого прибоя в два слоя я думаю что нет как вы считаете мне кажется это еще одна разновидность ну так назовем его французского маникюра только вот в таком вот бирюзовом оттенке ну принципе неплохо в принципе этот лак вы видите перекрыл ноготь но он очень ярко выражена перламутровый такой летний писать как классно будет бликовать где-то на пляже этот лак просто супер нежная мята у нас полосила давайте перекрывать вторым слоем просто берете чуть больше лака и не прижимаете сильно кисточку не про сейчас в условия съемки это неудобно делать но в принципе можно покрывать этими лаками ногти чтобы они не полосили и выглядит неплохо и бирюзовая волна праздничная эффектная новогодний оттенок все классно покрыл ноготь вот такой вот перламутровый яркий ноготь и лак смотрите стал оттенком точно как оттенок каталога 41 878 сияющие индиго тоже на мой взгляд такой новогодний оттенок либо для тех кто носит вот такие синие вещи в аксессуарах гардеробе будет хорошо подчеркивать синеву элементов вашего образа и кстати хочу отметить что лаки действительно быстро засыхает потому что здесь процессе нанесения сводчей уже через 10-15 секунд я если где-то задеваю ноготь случайно на съемке это происходит иногда то лаки совершенно не смазываются они уже идеально все застыли но если конечно не наносите густо в несколько слоев в один слой засыхает моментально 41 879 ягодный десерт очень люблю такие лаки которые хорошо покрывают ноготь и в два слоя они выглядят вообще посмотрите как будто это какой-то гель-лак если еще и сверху покрытием покрыть которые тоже есть в этом каталоге новинки то это будут идеальные ногти на долгое время 41 880 ночная орхидея если лак не полосила и в принципе не нуждается во втором слое то в два слоя он ложится просто идеально 41 881 волнующая фуксия вот такие у вас могут быть красивые аккуратные ноготочки правда красиво ложится на ногти мне очень нравится пишите в комментариях обязательно свои отзывы 41 882 это у нас кремовая роза почему-то такие лаки когда застывают выглядят чуть темнее когда цвет уже схватывается усаживается сейчас второй слой крашу и второй слой выглядит чуть светлее чем тот который уже застыл на ногти но потом видите застывает и становится более приближенной к цвету каталога 41 883 арбузный сок остается все таким же ярким эффектным но в два слоя просто выглядит более насыщенным и более плотно 41 884 красный мак и так хорошо лег в один слой давайте добавим второй слой он ведь с красным знаменем цвета одного прямо чисто красное знамя советского союза этот лак наверное оттуда взяли цвет оттенка 41 800 85 прекрасный лак для вечернего маникюра в два слоя смотрится вообще потрясающе у вас будут эффектные привлекательные ногти но при этом не вульгарные 41 800 86 и рубиновые красные может правда рубин так выглядит ну вот я видел рубины они выглядят по-другому это знаете больше даже гранатовой хотя она гранат больше похож наверное следующий оттенок но вот это вот не рубин это слива слива да а вот следующий оттенок это уже гранат именно красно-коричневый у меня есть перстень с гранатом вы многие его в обзорах видели и украшение много с гранатом вот этот томной бордо это чисто такое шоколадная вишневая гранат ложится хорошо смотрится здорово два слоя все красные лаки выглядят идеально берите даже не переживайте потрясающие ложатся на ногти быстро застывают черный оттенок не нуждается на мой взгляд во втором слое и это хорошо все лаки которые хорошо ложатся в один слой соответственно будут более экономично расходоваться не забывайте думать в лак перед тем как его закрыть и убрать после нанесения его на ногти так он будет дольше храниться у меня все лаки хранятся по многу-много лет и не сохнут потому что я всегда в них дую не знаю как этом физика работает но тем не менее это работает следующий оттенок во второй слой 41 889 это у нас мой любимый толп сладкая лакрица давайте покроем плотным вторым слоем покрытием и посмотрим как этот лак будет выглядеть на ногти выглядит он сногсшибательно есть люди которые не любят вот такие оттенки но вот мне он кажется очень таким благородным универсальным к деловому стилю подойдет кэжел стилю подойдет очень ко многим образом вписывается толповые оттенки ну и 41 890 лак который нам показывает буйство перламутра на сводче каталога на ногти показывает очень нежный прозрачно кремово бежево кофейный жемчуг обалденно красивый лак тоже можно его назвать праздничным и новогодним можно даже сказать что он где-то как искры шампанского ну красивый перламутр очень достойный 23 классных оттенков лаков для ногтей с отличной формулой мне кажется есть из чего выбрать что подобрали себе вы делитесь со мной в комментариях ну и конечно же подписывайтесь на наш канал если вы еще не подписаны нажимайте на колокольчик чтобы получить оповещение и посмотреть видео о новинках oriflame на канале взлет самыми первыми пока пока